Друзья, всем привет! Меня зовут Екатерина Березова и сегодня в Академии единоборств РМК замечательный гость Дмитрий Бивол. Здравствуй, Дмитрий! Привет! Действующий чемпион по версии WBA в полутяжелом весе, ну и, собственно, непобежденный наш питерский боксер. Как дела, Дим? Все отлично. Ведутся ли уже переговоры с Артуром Ветербиевым по поводу поединка вашего, объединительного поединка? Вот какие последние новости в этом? Ну, насколько я знаю, последние новости это то, что он защищает свой титул. А насчет своих новостей, моих личных, у меня пока нет каких-то конкретных планов. Ты что, даже плана на 2020 год еще есть? Тем не менее, я, конечно, команде говорю всегда то, что я хочу в объединительные бои, как бы они, думаю, над этим работают. Недавний твой потенциальный соперник Сергей Ковалев уступил пояс Саулю Альваресу. Как ты думаешь, что все-таки будет вот с этим поясом, который у Альвареса? Он откажется в итоге от него? Я не знаю, было бы здорово, если бы он не отказался от него. И такой серьезный боец. Считаю, что один из главных боксеров нынешнего поколения был бы в нашем дивизионе, это было бы круто. Но насколько так доходят слухи, вроде как они хотят там в другом месте боксировать. Ты действующий чемпион мира по боксу, версия WBA. Ты прекрасный пример для молодежи. И все же, почему в России ты, например, менее известен, чем Александр Поветкин, боксер, тот же самый Сергей Ковалев. С чем это связано? Ну, во-первых, Александр Поветкин, он уже боксирует в профессионалах еще с 2005-го или с какого года. Я с 2014-го. Имя делают еще соперники. Вот об этом хотела тоже с тобой поговорить. Конечно же, Сергей Ковалев боксировал с Андервордом, с Бернардом Хопкинсом. Эти бои, они как бы освещаются на весь мир. Поэтому у меня одна из задач – это бои за пояса или бои против больших имен. Совсем недавно прошел бой по правилам бокса между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко. И последние данные – 2 миллиона 600 тысяч просмотров. Вот опять же посмотрела, вот сейчас просмотры твоего боя с Джо Смитом – 544 тысячи просмотров. По-моему, с Паскалем – 244 тысячи просмотров. Вот как профессионального боксера, как чемпиона мира по боксу не коробит, что… Ну, я не буду называть это фрик-бой, но все-таки это не тот спорт, да, вот когда вы выходите профессиональные спортсмены, профессиональные боксеры. Ну, кстати, надо просто понимать, что сейчас такое время, такое поколение, что если я сейчас сыграю где-то, может быть, выйду в клетку, может быть, у меня будет больше просмотров, да, чем по боксу и больше, чем у других ребят, кто достиг чего-то. Ну, это ради чего? Это ради хайпа, получается? Ну, я думаю, это ради денег, конечно же, в первую очередь. Я не думаю, что они это делали бы бесплатно. Еще я не пойму просто, насколько это будет полезно ли это боксу, или это все-таки негативно отразится на боксе. Две версии, да, либо люди, которые никогда не смотрели бокс, они включили, следят за Кокляевым, потом опа-опа, он в боксе. И посмотрели этот бой, и, может быть, после этого они все-таки начнут смотреть бокс, это будет хорошо, я буду только рад. Или другой вариант, что люди, кто никогда не смотрел бокс, посмотрят, как они отбоксировали, подумают, что это вообще за ужасный вид спорта, и все, и больше не будут смотреть. Расскажи, вот что сейчас в данный момент происходит в твоей жизни? Ну, вот помимо того, что ты прилетел в Екатеринбург, вот так вот в общем. Ну, на самом деле я понял, что я сейчас чуть-чуть подрасслабился, получаю удовольствие от жизни, но тем не менее, очень много меня сейчас начали дергать куда-то, там, приедет, да, приедет, да, там. Это расхолаживает? Ну, это немного сосредоточенность сбивает, там, с тех же тренировок, с той же семьи, вот даже сейчас, к примеру, я приехал сюда, все равно, там, раз на три дня вылетел, там. Ну, то есть, вот чуть-чуть так изменилась жизнь, то, что везде хотят, чтобы я присутствовал. Ну, сейчас такое время, да, я владею поясом, поэтому нужно отрабатывать, значит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!